Все, да, белка, бегу. Все жаркое время, вот это, которое было, мы лошадей ставим на день в конюшню, чтобы они там жару перестаивали. Но не так страшна жара. Вот сегодня пасмурная погода. Все, лошадей там завели. Я бежала, заводила мальту с куклой, потому что их жрать начинают. То есть, если прохладно, это еще не значит, что лошадь может комфортно гулять. Видите вы, это еще мало возле белки. Если лошадь вороная, ее сожрут просто живьем. Поэтому забираем лошадь и бежим в конюшню. Бегу, белка, бегу, белок. Ты мне уже кричишь, чтобы я тебя забрала, да, если я девок забираю, то и тебя. То есть жрут, стой. Жрут очень сильно. Видите, какие крупные летают, сколько их. Просто несусветно. Не помогают спреи, сразу говорю. Не помогают спреи. Ничего не помогает. Поэтому летим в конюшню. А еще лошади начинают бегать. Они потеют. И еще больше на них садятся. Поэтому лучше, наверное, не ждать, когда лошадь начнут жрать, а сразу заводить. Бывает год такой, когда много таких гадов. А бывает вот этот их период лета. Да, Грей, домой. Период лета, когда, не знаю, что у них там происходит, у этих гадов. Но они начинают жрать. Особенно это конец июня, начало июля. В этом году они с опозданием, потому что было холодно. Вот, собственно. Так что заводите своих лошадей, не мучайте их на улице. Особенно, когда их жрут. А тем, кто не понимает, совет раздеться, встать и подстоять. Я думаю, тогда быстро дойдет. И вы быстренько побежите своих лошадок заводить. Ну, шутка, конечно. Все, теперь лошадку мы завели в конюшню. Вот тут уже другие лошадки. Соседи уже стоят. Спрятали ее мы не только от жары, но и от водол. Поэтому, ну, заводим лошадок. Так, Лелик быстренько заходит. Тоже быстренько, чтобы они скушали. На связи с вами была колоконевладельца. От уха до копыта. Я, Юля Дворецкая. Всем пока. И комфортного лета. Без особо сильной жары и большого количества оводов и мух. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...